Доброе утро! Меня зовут Баринова Юлия, я руководитель отдела внедрения. Сегодня хотела показать вам функционал программного продукта 1С Аналитика. Работу построим так. Сначала я покажу небольшую демонстрацию, а потом перейдем в программный продукт и покажу как формируется там, диаграммы, дашборды и так далее. Поработаем и в конце будут ответы на вопросы. По ходу рассказа можно писать ответы на вопросы, потом на них поотвечаю. Если нужно, вернемся в программный продукт и покажу как, что делать, если будут какие-то практические вопросы. Сегодня хотела вам представить 1С Аналитика. Это биосистема, разработанная 1С. План нашего вебинара такой. Сначала немножко будет описание продукта. Познакомимся с интерфейсом 1С Аналитики. Рассмотрим основные принципы работы и создания отчетов. Посмотрим, какие возможно использовать в данном программном продукте дополнительные источники для анализа данных. Посмотрим, как строится и как вообще построен принцип работы с дашбордами и дополнительная работа с формулами, которые можно использовать в 1С Аналитике. Значит, что же собой представляет 1С Аналитика? Это не какой-то отдельный программный продукт. Это дополнение. Это интерфейсная часть к уже имеющимся 1С предприятию. Значит, это целый комплект. Значит, это 1С предприятие, где у нас хранятся наши данные, то есть структура метаданных, сами данные, права доступа к информации. То есть в 1С Аналитике мы отдельно не настраиваем права доступа к каким-то отчетам или данным. То есть если у пользователя есть права к этим данным в 1С предприятии, то он сможет по этим данным формировать отчеты в Аналитике. Если у него доступа к каким-то данным нет, соответственно, в Аналитике он их тоже не увидит, если он захочет их сам формировать. 1С Аналитика – это работа с аналитическими отчетами, это визуальный интерфейс. И в дополнение, если идет у нас очень большой объем данных, рекомендуется использовать Data Accelerator и механизм создания копий баз данных. Но подробно на технической части мы сегодня останавливаться не будем. Здесь у нас будет более аналитическая или пользовательская часть. Значит, в чем же основное преимущество 1С Аналитики перед остальными биосистемами? Значит, при работе с другими биосистемами приходится выгружать данные, приводить к какому-то удобоваримому виду и уже потом загружать биосистемы и анализировать. То есть обязательно нужно контролировать, все ли выгрузилось в том ли виде, что-то не потерялось, как это все проанализировать и так далее. Если мы работаем с 1С Аналитикой, то мы анализируем все эти данные, которые есть у нас в системе. И понятно, что возможно какие-то там шероховатости, если у вас учет ведется некорректно. То есть если у вас есть ошибки в самом учете в системе, то и в 1С Аналитике вы получите какие-то кривые данные. Если у нас ведет учет четко, то и в Аналитике мы видим данные красивые. Значит, остановимся подробно именно на самой 1С Аналитике. Значит, 1С Аналитика имеет очень понятный интуитивный веб-интерфейс и любой пользователь может зайти и сразу начать уже с ней работать. То есть есть какие-то нюансы, которые мы с вами сегодня с вами посмотрим. Но в основном открыть и начать работать можно сразу. Значит, в 1С Аналитике проводится анализ данных, находящихся уже в нашей информационной системе. И еще одно преимущество, то что мы можем погрузиться до самого низкого уровня данных. То есть в принципе биоаналитики мы видим какие-то агрегированные данные. То есть, например, там какие-нибудь продажи за целый год и так далее. Здесь же вы можете раскрыть любой показатель и спуститься до самого, до карточки, до документа, до регистра, до самого низкого уровня иерархии. И также существует возможность перейти в саму информационную систему и посмотреть документы уже там. То есть, например, вы анализируете какой-то отчет, какая-то цифра вызвала у вас сомнения. Вы начинаете раскрывать, раскрывать, раскрывать и видите, что это какой-то документ, который, например, создан некорректно. И вы можете, перейдя при помощи возможности 1С Аналитики непосредственно в информационную систему, открыть его, исправить или задать вопрос пользователю или ответственному лицу. Значит, принцип работы 1С Аналитики построен, как у всех BI-систем. То есть, сначала мы выбираем источник, с которым мы будем работать. То есть, это регистр, документы или там все возможные метаданные, которые есть сейчас в 1С предприятии, можно вытащить и их анализировать. То есть, не обязательно это какие-то торговые, там, бухгалтерские и так далее. Это может быть и вообще любые данные, которые сохранены в системе. Например, там, количество пользователей, там, роли и так далее. То есть, любые данные мы можем проанализировать. Далее мы отбираем факты, которые хотим проанализировать. Например, это, там, количество чеков, количество ролей, количество пользователей, там, сумма продаж и так далее. Далее поделяем размерности, по которым мы будем анализировать, там, подразделения, номенклатуры и так далее. После этого мы устанавливаем фильтры, благодаря которым какие-то данные будут попадать в наши отчеты, какие-то не будут попадать. Вот. И последний шаг, мы определяемся с внешним видом. Это будут оставаться таблицы или это будут диаграммы и какого вида она будет. И еще раз сакцентируем внимание на сильных сторонах 1С аналитики. Это легкое подключение, так как это не какой-то отдельный программный продукт, это дополнительная опция к 1С предприятию, интерфейсная часть и, соответственно, она легко подключается. Анализ идет в данных непосредственно нашей системы, поэтому никаких дополнительных выгрузок, загрузок, обработок, агрегаций, ничего не нужно делать. То есть, мы просто берем необходимые нам источники, анализируем. Дальше. Еще одна сильная сторона является это легкое переключение между 1С аналитикой и предприятием. То есть, нажатием одной клавиши вы попадаете или туда, или туда. Если мы работаем в 1С предприятии, нажав одну клавишу, мы попадаем в 1С аналитику. И также, анализируя какой-то отчет в 1С аналитике, нажатием одной клавиши, мы можем попасть в нужный нам документ, карточку или регистр. А также легкое погружение из отчета в детальные записи. Это тоже основное преимущество, потому что при работе с другими биосистемами вы не можете опуститься до уровня документа, потому что все данные выгружаются, где-то агрегируются и часто какие-то документы переименовываются, какие-то показатели переименовываются, чтобы была возможность загрузить в биосистему. Поэтому настолько детально данные изучить нельзя. И если у вас большое количество данных и вы используете дата-экселератор, это снимает нагрузку с основной системы и ускоряет работу с отчетами. Значит, основные требования к использованию 1С аналитики – это платформа 1С предприятия должна быть выше 8.3.17.15.49. Лицензия устанавливается на серверы 1С предприятия и конфигурация в режиме совместимости должна быть не ниже, чем 8.3.14. Становимся на рабочем месте 1С аналитики. В общих чертах потом мы с вами уже непосредственно в системе все это более подробно посмотрим. Значит, 1С аналитика имеет три рабочих места. Значит, первое – это рабочий стол. Это основное место, где хранятся все папки, дашборды, отчеты и так далее. То есть изначально вы видите только те дашборды, отчеты и папки, которые создали вы. Значит, после того, как отчет создан и опубликован, вы можете отправить ссылку на этот отчет-дашборд любому пользователю. Он может открыть его через веб-интерфейс и посмотреть этот отчет и так далее. Также может любой человек, кто пользуется 1С аналитикой, прислать такую ссылку вам. После первого открытия этот отчет появляется на вашем рабочем столе. Вы можете, например, его просматривать или можете скопировать. Если вы открыли какой-то отчет, он появится у вас на рабочем столе. Значит, следующее – это будет редактор диаграмм, где мы выбираем далее. И редактор дашборда, где мы уже комбинируем несколько диаграмм, добавляем какие-то тексты, картинки. Придется, видимо, мелко смотреть, потому что в крупном не переключать слайды почему-то. Значит, редактор диаграмм представляет собой вот такой рабочий стол. Здесь мы видим сверху у нас идет системное меню. Здесь те параметры, показатели, которые мы можем выбрать, доступные нам поля. Здесь сверху, где следует извлечь, извлечь сумму и так далее. То, что мы уже выбрали для настройки своего отчета. И здесь непосредственно рабочее поле самого отчета таблицы. Значит, сверху системное меню, там мы выбираем виды диаграмм. Их можно переименовывать, копировать, публиковать. Значит, когда мы только начинаем работать с отчетом, он у нас представляет собой статус черновик. И пока отчет в статусе черновик, его никто не видит. После того, как мы нажимаем кнопку опубликовать, он становится... Но остальные пользователи его увидят только тогда, когда вы им пришлете ссылку на этот отчет. Дальше идет слева, как я показывала, панель у нас. Вот эти доступные поля. Значит, то, что мы можем взять для анализа, для фильтрации, для группировки и так далее. То есть все поля, которые доступны в данном источнике, мы можем анализировать. И сверху панель состава диаграммы. Это то, что мы уже выбрали для своего отчета. Дальше. При работе с диаграммами доступны фильтры, как я уже говорила. Это мы определяем то, что хотим видеть и то, что мы не хотим видеть в нашем отчете. Также доступна группировка. Отличная, например, от группировки, применяемой в предприятии. Например, вы вывели какой-то отчет, где у вас выведены показатели, например, продажи по какой-то там номенклатуре. У вас есть в системе какая-то группировка, например, кофеварки в одной группе, лыжи в другой. Соответственно, по-другому как-то группировать эти строчки, проданные, например, там, не знаю, какой-то вам нужной группировкой, вы выделяете эти позиции и группируете непосредственно в этом отчете. С обоими этими инструментами можно работать как в поле. Очень удобно. То есть, получается, на лету вы сразу отмечаете те позиции, которые хотите профильтровать, или те позиции, которые хотите сгруппировать. Или из вот этого доступных меню полей можно вызывать и назначить. Значит, drill down – это система погружения в данные, которая говорила, как одно из основных преимуществ DNS аналитики. Можно погрузиться в данные непосредственно даже в диаграмме. То есть, вы увидите какой-то показатель, вы хотите его раскрыть, и нажав на раскрытие, вы увидите все те документы или все те регистры, которые привели к этому показателю, и можно перейти и посмотреть непосредственно в системе. Значит, включение между интерфейсами. Значит, из DNS предприятия в аналитику, после того, как система интегрирована и зарегистрирована аналитика, то возможно перейти в аналитику. То есть, нажимаете одну кнопку и попадаете в DNS аналитику. Из DNS открытие объекта предприятия и доступно скопировать ссылку на объект и перейдя в предприятие, в системе и документы откроются. По дополнительным источникам. Значит, так как сильная сторона DNS аналитика работает непосредственно с той системой, к которой она прикреплена, но существует необходимость для анализировать не только те данные, которые находятся в этой базе, но и в других, например, дополнительными источниками. Значит, в системе существует несколько вариантов работы с дополнительными источниками. Значит, первое. Например, при помощи обменов, консолидации данных, загружать данные из разных 1С систем в одну и к той, к которой прикручена 1С аналитика. Значит, второй вариант. Через конфигуратор программисты подключают на внешние источники необходимые таблицы или кубы, и вы можете их выбирать в анализе как дополнительный источник. Если у нас, например, нет ни того, ни того, у нас нет никакой таблицы, мы хотим какой-то свой запрос проанализировать, скрепить каких-то несколько таблиц, то это можно сделать вот здесь на языке программирования, на языке запросов. Здесь можно написать дополнительный запрос, и этот источник тоже появится в 1С аналитике. Мы с вами тоже посмотрим. Работа с дашбордами. Дашборды представляют собой набор диаграмм, текстов, изображений. Например, руководитель предприятия не хочет прыгать из диаграммы в диаграмму, хочет включить с утра и посмотреть сразу, какие у него были продажи, сколько было чеков, сколько было посетителей и так далее, другие какие-то сведения. Значит, доступ к дашбордам получают все пользователи после того, как он был опубликован и после того, как вы разослали ссылку хотя бы один раз другим пользователям. Также получается, доступ к дашбордам, другим диаграммам данным контролируется доступом к данным в системе 1С предприятия. Значит, с дашборда можно открыть любую диаграмму и посмотреть, проанализировать. Или там поменять какие-то данные, поменять разрезы и так далее. Также в дашбордах доступна установка общего фильтра на все диаграммы сразу. В 1С аналитике дополнительно используется под каждым вот этим визуальным фильтром или срезом скрывается формула. И вы можете сами в любой момент написать дополнительно какие-то формулы и проанализировать данные, которые вы хотите. То есть прямо на лету, непосредственно в 1С аналитике, вы можете написать какой-то небольшой запрос и проанализировать эти данные. Значит, можно менять название, присваивать название не только диаграммам, дашбордам, но и любым фильтрам, полям и так далее. Можно при создании дополнительных запросов или каких-то небольших формул их можно сохранять и использовать уже в других каких-то своих отчетах. Еще одна такая особенность, например, так как у нас 1С аналитика это не какой-то отдельный программный продукт, а интерфейс 1С предприятия, если вдруг что-то поменялось в системе, то в 1С аналитике это тоже сразу поменяется. И так как у нас связь идет по ссылкам, а не, например, по наименованиям, то если мы поменяли наименование какой-то карточки, например, это были лыжи, стала кофта, то есть в 1С аналитике это тоже поменяется и данные не потеряются, если это были продажи за какой-то период и почему-то нам стало нужно поменять лыжи на кофту, то все эти продажи останутся и также в 1С аналитике просто изменится название, потому что у нас связь идет по ссылкам. Да, как я сказала, что у нас формулы можно писать непосредственно прямо в самой таблице. И имеется большое количество, больше 30 формул, которые можно использовать. Сейчас мы перейдем непосредственно в 1С аналитику и сможем посмотреть. Буду делать небольшие перерывы и смотреть вопросы ваши, чтобы сразу отвечать. И в конце будет большой блок ответа на вопросы. Так, все видно, да? Вот это 1С аналитика, первое рабочее место, рабочий стол, где мы видим, да, у нас имеются папки. Здесь у нас есть диаграммы, отчеты и у нас имеются дашборды. Значит, можно создавать папки, группировать их как-то для себя. Можно, например, мои отчеты, чужие отчеты, по продажам, по закупкам и так далее. Все зависит от того, как вы хотите систематизировать свои данные. Дальше верхнее поле, да? Здесь у нас доступно создание диаграмм, создание дашборда, создание папок. Здесь имеется дополнительное меню. Можно выбрать темную или светлую тему, кому какая больше нравится. Также в этом меню у нас идет обновление источников. Значит, при первоначальной работе мы полностью обновляем все данные, да, и потом можно периодически метаданные обновлять, особенно если вы делаете какие-то там запросы, пишете или присоединяете дополнительные источники, то лучше метаданные обновить, чтобы они появились здесь. Можно было сразу анализировать. Рассмотрим создание диаграммы, да? Нажав на кнопку создать диаграмму, мы переходим в меню выбора источника. Здесь мы видим наименование источников, типы, то есть можно посмотреть отдельно, отфильтровать, например, хочу документы какие-то или регистры, или константы, или справочники. И вот все доступное можно отметить и не рыскать, например, по всему справочнику, а выбрать что-то конкретное и там уже смотреть. Дальше здесь у нас указаны записи, какие там имеются. Значит, возьмем, например, заказы клиентов. При выборе какого-то источника сразу нам сюда попали у нас сумма, сумма заказана, сумма к оформлению. Значит, убрать какие-то поля можно при нажатии на вот эту плашку, здесь у нас открывается дополнительное меню. Значит, мы можем сортировать по обыванию, по возрастанию. Да, про источники я говорила, еще потом в конце останавливаюсь. Сейчас пока по интерфейсу посмотрим. Дополнительные источники использовать можно. Значит, здесь мы видим сумму, также здесь дополнительно в это подменю вынесены основные формулы, которые могут понадобиться при использовании. Например, мы хотим увидеть среднее значение. Нажав на него, мы меняем. Или, например, мы хотим увидеть там нарастающий ток. Это очень удобно, когда мы сравним месяц к месяцу или там разницу между месяцами можно увидеть. Можно поменять расположение, сделать это не колонкой, строкой. Или можно, например, удалить, если нам эта сумма сейчас не нужна. Можно ее переименовать. Например, мы не хотим, чтобы руководитель, когда смотрел нашу таблицу, тут какие-то непонятные суммы заказаны и так далее, мы хотим как-то красиво назвать. Можно это сделать. Значит, удалить можно так. Или во всех таблицах, здесь в 1-й аналитике, удобно захватить, переносим в поле, и она удаляется. Значит, вот у нас есть сумма, которая была по заказам клиентов. Мы хотим посмотреть, например, за какой период были эти заказы. С левой стороны, как я уже говорила, у нас все доступные поля, которые есть в этом источнике заказ клиентов. Значит, мы берем просто, например, вот это поле и перетягиваем. У нас тут же данные пересчитываются автоматически. Мы видим, что эти заказы были в 2020-2021 году. Можно встать на период, нажать три точки и нажать добавить. Или создать фильтр сразу, например. Это будет, может быть, текущий год. Все. У нас данных нет по текущему году. Убираем, опять видим все. Как еще можно установить фильтр? Вы встаете на любое значение, которое хотите отфильтровать. А сверху появляется дополнительное меню. Оставить это значит сделать это фильтром. Исключить значит все, кроме этого значения. Раскрыть по, как я говорила, это погружение в данные. То есть мы можем вот эту дату даже раскрыть по вот этим разрезам. Мы чуть попозже посмотрим, как это делается. Можно скопировать, изменить цвет и закрепить столбец или строчку. Например, давайте возьмем 2021 год. Отфильтруем. Дальше. Значит, здесь нужно смотреть, в какой последовательности у нас идут колонки. В той последовательности у нас будет идти раскрытие данных. То есть сейчас у нас идет первый период год. Нажав на плюсик, мы раскрываем дальше до квартала. Нажав на плюсик, мы раскрываем дальше до месяца. Можно сделать так. Например, мне не нужен ни квартал, ни месяц. Мне нужно сразу день, например. Или там еще что-то. Я еще раз перетаскиваю сюда период. Он у меня дублируется период год. Я нажимаю на него. И здесь я могу выбрать год и месяц. Год квартал, год день и так далее. Например, год и месяц. И мы получаем. Если мы анализируем несколько годов и несколько месяцов. То есть нам, например, нужно сделать таблицу сводную от месяца к месяцу в зависимости от года. То такой показатель год и месяц нам уже не подходит. Нам нужен какой-то абстрактный месяц. Вот он здесь есть. То есть если мы выберем год, и мы увидим все январь этого 21-го и 20-го года, все феврали и так далее, и сможем сравнивать. Например, мы вот здесь можем отключить фильтр. И теперь мы видим, да, у нас, например, в 20-м году есть октябрь, ноябрь, декабрь. В 21-м у нас много месяцев. Так смотреть нам неудобно. Мы поменяем и сделаем, например, месяцы колонками. И теперь мы видим, да, что у нас в 20-м году продажи были. Вот видим, что в октябре в 20-м году были продажи, в 21-м, да, и так далее. В ноябре не продажи заказа клиентов. Можно анализировать, да. Дальше, после того, как мы построили нужную нам таблицу, вывели данные, которые мы хотим посмотреть, можно переключиться в интерфейс диаграммы и посмотреть данные в виде диаграммы. Например, это может быть график. Вот мы видим, да, одним цветом у нас идет там 21-й год, одним цветом у нас идет 20-й год. Это могут быть линии накопления. Здесь достаточно широкий выбор диаграмм. Может быть там столбчатая диаграмма. А также дополнительно бывает руководителям необходимо видеть просто какую-то общую цифру и какие действия. То есть мы видим, что у нас всего заказов на такую-то сумму и рост, падение и так далее. В любой момент мы можем вернуться, получается, в режим таблицы и подкорректировать какие-то данные. Дальше, вот здесь, в этом поле, можно ввести выражение, которое мы хотим добавить. Например, мы хотим видеть сумму. Дальше система подсказывает, чего, например, да. То есть у нас есть сумма и, например, заказы мы хотим видеть. Все, нажимаем Enter и мы видим. Также можно перейти в меню формул через вот этот плюсик. То есть вы хотите добавить какую-то формулу, которой здесь нет, и вы можете здесь ее начать писать. Здесь слева идет предложение доступных всех формул, которые можно сделать, да. Например, там средняя и дальше пишем сумма. Здесь можно его переименовать, назвать, например, просто средняя. Нажать готово. Когда вы добавляете какой-то показатель через плюсик, он появляется здесь, в левой стороне полей, и его нужно перетянуть в таблицу. Когда вы добавляете непосредственно в таблицу, соответственно, он уже сразу здесь у нас. Здесь также мы его можем переименовать. Пишем заказом, например. Вот, и наш уже этот показатель называется заказом. Значит, также здесь можно переименовывать название нашего самого отчета. Заказы клиентов, например, за 2020-2021 год. Вот мы видим, что статус нашего отчета, вот такой красненький карандаш, это значит, это черновик. Пока это статус черновик, его никто не видит. Вот, нажали опубликовать, ссылку вот здесь можно выгрузить и отправить другим пользователям. Вот вы разослали ссылку и начинаете дальше редактировать этот отчет. Мы что-то изменяем, например, убираем сумму заказанную. Это опять становится черновиком, и все пользователи, которым вы разослали ссылку, видят тот первоначальный вариант, который был опубликован. Все, что вы делаете в дальнейшем, они не увидят, пока вы опять не опубликуете этот отчет. Значит, здесь можно, получается, после того, как вы начали опубликованный отчет редактировать, можно отменить действие туда вперед-назад вернуться. И дополнительно есть очень удобная кнопка, это вернуться к оригиналу. То есть вы уже накрутили, накрутили, уже сами запутались, что вы хотели. В любой момент вы можете назвать вернуться к оригиналу, и все станет так, как было в момент вашего опубликования отчета. Очень удобная кнопка, особенно, когда много чего-то добавляете. Колонка средняя есть, да, можно ее добавить. Средняя сумма. И он нам посчитает. Также существует возможность у нас экспортировать полученный нами, например, отчет или диаграмму в виде картинки или в виде CSV файлов. То есть, например, вы сформировали какой-то большой отчет, вы можете его выгрузить в CSV, открыть, например, в Excel и продолжить какую-то дальнейшую обработку или пересылку кому-то, если вам это нужно. Вот так. По отчетам, диаграммам. Есть вопросы? Чтобы сразу тут уже показать. Сейчас я еще несколько покажу диаграмм. Вот так вот. Значит, дополнительно существует возможность, да, когда мы выбираем какие-то сложные показатели, дополненная возможность добавлять линии, добавлять маркеры. Например, вот в этом отчете у нас идет выручка по месяцам по группам номенклатуры. Сейчас мы отключим линии и маркеры. Вот у нас есть какой-то отчет, да, продажи по группам товаров за период. Здесь мы видим, что там эта группа продалась на 22 миллиона, там это на 6. Итого не очень удобно нам смотреть, да. Можно вывести дополнительную линию сверх вот этих колонок, сверхсообщества диаграммы, да, где мы увидим общие продажи. Также у нас здесь добавлены маркеры, которые показывают сумму. И на линию тоже эти маркеры можно вывести. И видеть вот эти суммы общих продаж. Значит, во всех, получается, отчетах вот здесь есть дополнительные какие-то фильтры или какие-то настройки, которые они в каждой диаграмме свои. И здесь можно дополнительно их выбирать. И здесь они постоянно дорабатываются, разработчики на 1С. То есть не лишним будет заходить сюда и смотреть, что здесь появилось, что нет. Значит, для нашей диаграммы мы здесь видим, да, что мы можем задать диапазон, который отражается. То есть иногда руководителям или для анализа какого-то отчета нам не нужно, например, смотреть нашу диаграмму с нуля. А нужно, допустим, с какого-то другого значения, отличного от нуля. Мы здесь можем выбрать. Здесь выглядит, как у нас отображается. И опять же, во всех отчетах, во всех диаграммах, дашбордах можно менять цвета. Можно задавать свои цветовые схемы. Можно использовать стандартный. Как вам удобно будет. Вот. Например, вот у нас есть отчет по реализации. Мы видим, что у нас было там, сколько чего реализовано. Например, я хочу оставить. Видите, фильтр я до этого использовала. Они здесь сохраняются. Сейчас, например, у меня включен. Он темно подсвечен фильтр по 2021 году, но выключен фильтр по месяцу. То есть, используя этот бегунок, я могу включить фильтр по марту. Дальше, например, я хочу понять, значит, что это у нас за 9 этих миллионов, из чего они сложились. Встав на эту строчку, я нажимаю раскрыть по и смотрю. Например. Я хочу посмотреть. Монекулатура, допустим, заказа клиентов. Вот у нас есть, что у нас было без заказа 7 миллионов, по заказам, допустим, 2 миллиона. Я хочу посмотреть, что это был за заказ. Значит, я могу, встав на этот заказ, нажать скопировать ссылку. Она будет скопирована. И непосредственно, перейдя в ERP или в другую систему, которая у меня будет подключена, сюда я вставляю эту ссылку и нахожу нужный мне заказ. Забынился. Да, вот заказ открылся. Или я могу, встав на этот заказ, нажать сразу открыть. Система заходит в 11 предприятия и открывает нужный мне заказ клиента. Заказ открылся. Дальше. По группировке я говорила, хотела дополнительно тоже показать. Например, вот у меня есть заказ. Без заказа были, да, реализации по заказу. Я, например, хочу сгруппировать, что это у меня по заказам. Я их выделяю, нажимаю сгруппировать. И переименовываю. Вот она у меня есть. Я хочу ее переименовать, нажать, например, по заказам. И здесь пишем по заказам. И вот здесь мы видим по заказам. То есть так можно группировать любые. Например, это будет какая-то номенклатура или какие-то любые другие показатели, которые вы хотите вместе сгруппировать. Здесь, получается, справа тут же данные эти суммировались. Значит, при выборе какого-то вот этого поля из левой стороны, когда вы переносите его в поле отчета, сразу представляется самый верхний уровень иерархии. Например, если мы выберем номенклатуру и перетянем сюда, это будет самый верхний уровень иерархии. Ее можно раскрывать, вот как я показывала, плюсиком, например. Это будет все время потихоньку спускаться вниз, 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 вниз. Или, например, когда мы добавляем номенклатуру, здесь мы тоже видим, можно добавить, добавить первый уровень или уже добавить сразу все элементы. Мне не нужно спускаться вот эти папочки вниз, 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 вниз. Я хочу сразу видеть все элементы. И здесь мы видим, какие позиции были проданы. Есть вопросы по диаграммам? Так, если по диаграммам вопросов нет или они попозже появятся, давайте перейдем тогда к дашборду. Дашборд представляет собой, как я уже говорила, набор каких-то диаграмм, текста, картинок и так далее, которые мы хотим представить руководителю или кому-то еще. Значит, с левой стороны мы видим все доступные нам отчеты, которые мы можем добавить в дашборд. Мы можем добавлять несколько раз, например, какой-то отчет мы хотим представить и в виде таблицы, и в виде диаграммы. То есть сначала мы показываем это как таблицу, потом показываем это как диаграмму. Сюда можно выводить индикаторы, которые я показывала. Сейчас мы посмотрим. Сюда можно добавлять какой-то текст. Вот, например, я написала дашборд номер один. Здесь присутствует минимальное какое-то форматирование, но цвет пока менять здесь нельзя. Здесь можно просто сделать жирный курсив, подчеркнутый, или добавить какую-то ссылку. Также можно вот через эти поля вставить картинку или еще какой-то дополнительный, прям непосредственно в дашборде создать отчет. То есть вы набираете создать диаграмму и выбираете источник, и прямо в дашборде создаете отчет. Как я говорила, здесь существует возможность добавлять фильтр один на весь дашборд, и у вас будет отфильтровано все ваши диаграммы по этому фильтру. Вот, например, у меня фильтр по периоду. Можно его посмотреть. И видно, что у меня выбран 20-й год. Можно задать любой другой фильтр, да, можно выбрать какой-то определенный месяц или период и так далее, или какой-то интервал, или показывать, если очень удобно речь о данных, то система показывает, да, видите, подсвечивает точечками, в каких периодах данные есть. И там, например, нет смысла мне выбирать какой-нибудь там 19-й или 22-й год, данных там нет. Это очень удобный такой переключатель. Вот, фильтр отключается, включается, и данные быстро пересчитываются и возвращаются. Здесь также существует возможность выгрузить как картинку или создать ссылку и разослать ее пользователям, чтобы они могли просматривать этот дашборд. Но, опять же, обращаем внимание, да, это у меня дашборд черновик. И просмотреть именно это состояние отчета пользователи не смогут, чтобы они его увидели, его нужно опубликовать. Все, вот теперь можно рассылать ссылку и пользователи подключатся и увидят вот ровно то, что вижу я. Так, по дополнительным источникам. Значит, чтобы посмотреть дополнительные источники, можно перейти в информацию об 1С-аналитике, в том программном продукте, к которому она настроена. И можно посмотреть, там у меня сделан дополнительный источник, просто любой небольшой какой-то запрос, информацию, по которой мы анализируем, не хотим, просто хотим посмотреть для примера, да. Например, пишем аналитика. Вот управление системой аналитики. Здесь мы видим, куда подключена наша аналитика. И вот здесь у нас представлены дополнительные источники. Здесь этих запросов можно непосредственно писать вот в этом поле, да, или воспользоваться конструктором запросов и составить какой-то запрос объединить там несколько таблиц или так далее, ну, любую другую информацию, которая необходима вам. Значит, после того, как он у нас сохранен, вот здесь я назвала его источник 1, чтобы сразу быстро там найти, да. Мы его там увидим сейчас и еще раз я вам покажу. Когда мы заходим в пункцию технического специалиста, здесь вот есть внешние источники данных. При помощи программистов и конфигуратора данных можно в конфигураторе вот к этим внешним источникам подключить любую таблицу, любой куб. Например, у вас есть какой-то там, не знаю, прайс-лист или еще какая-то таблица, которую вы хотите проанализировать. Программист загружает ее в конфигуратор, подключает как внешний источник, и здесь под внешним источником также будет плюсик раскрываться и будет идти название вашей таблицы. Ее можно вывести в интерфейсную часть, например, если вы хотите анализировать там сразу в базе. Или можно не выводить, а здесь использовать через функцию технического специалиста, проверить, да, что она есть. И если она здесь будет подключена, то в 1С-аналитике вы сможете этот разрез проанализировать. Переходим в 1С-аналитику, и вот видим источник 1, я уже его выбирала. Вот здесь я пишу источник 1 или то название, которое вы присвоите своим дополнительным данным. Например, если это будут внешние какие-то источники, и у таблицы будет какое-то название, вы, соответственно, здесь его пишете. Например, какой-нибудь это будет там прайс-лист поставщика или там, не знаю, данные выгрузки там сказ или там, я не знаю, какой-то мониторинг продаж или что-то любое. Или это любая может быть совершенно таблица, которую вы подключаете через внешний источник к 1С, и здесь его находите и анализируете. То есть вот мой там микро какой-то запросик, я вот в план продаж я посмотрела, что у меня вот такое-то количество менеджеров нету, в плане в моем. Номенклатура какая-то есть. Я могу посмотреть сразу, например, элементы. Вот хотела показать, смотрите, да, последность, то есть сначала у меня выбрана номенклатура иерархия, потом идут элементы. Если мы их поменяем местами, то здесь видите, как он пересчитывает, он идет четко по порядку, да, слева направо. Поэтому нужно за последовательностью вот этих колонок следить, да, если у нас что-то не так, быстренько их переставили, и последовательность поменялась, соответственно, представление данных уже другое, оно тут же мгновенно пересчитывается. Ну вот это все, наверное, что я хотела вам показать, рассказать. Есть какие-то вопросы по дополнительному источнику, отчетам, диаграммам, дашборду? Я готова ответить. Интерактивные диаграммы, это чтобы она двигалась или что? Нет, пока только такие. Ну, то есть вы наводите на нее, там есть какое-то движение, сейчас покажу, это в круговой диаграмме, сейчас какой-нибудь небольшой посмотрим. Вот выручка по месяцам. Вот, видите, только вот так вот. Насколько это интерактивно? Заказ делать. Ну, здесь же нет документов. Не очень понимаю, что значит делать заказ прямо в диаграмме. Вы можете открыть любую точку и перейти в систему и посмотреть, что это был за заказ. Да, это у нас вебинар не по разворачиванию системы, а именно по работе с 1С-аналитикой. 1С-аналитика это дополнение, его нужно покупать отдельно. Здесь больше получается аналитических отчетов, визуальная часть, возможность вставления дашбордов, плюс, если вы используете дата-акселератор, то снимается нагрузка с новой системы, потому что мы все знаем, что при использовании любого аналитического отчета остальные пользователи испытывают затруднения, да, если мы какой-то большой отчет собираем, соответственно, используя 1С-аналитику, мы снимаем нагрузку с пользователей. Нет, прямо в 1С-аналитике заказ создать нельзя. Нужно перейти в информационную систему. И, соответственно, использовать эту 1С-аналитику для анализа данных и рассылки руководителям и так далее. То есть дополнительно нужно покупать управление холдингом. Соединять разрешенные регистры, например, заказы клиентов и остатки товаров. Ну, если вы это можете сделать сам, перейдя в, получается, в конструктор запросов, вы сможете сами соединить заказы клиентов и остатки товаров туда, вы можете сделать дополнительный источник, зайти в конфигуратор, не в конфигуратор, а в регистр дополнительных источников в аналитике. Сейчас сверну окошко с вопросом, покажу еще раз. То есть в дополнительных источниках мы переходим в конструктор запросов и здесь можно соединять совершенно любые таблицы. Нам главное получить данные из-за двух таблиц. То есть если вы владеете какими-то минимальными знаниями конструктора запросов, то вы можете это сделать без программиста. Может быть в следующий раз будет такой вебинар со стороны программистов. Я аналитик, который покажет, как разворачивать и настраивать систему с нуля. Я запишу этот вопрос, передам, может быть, проведут такой вебинар. Данные можно брать из системы необязательной конфигурации и из расширения. Если эти данные есть в системе, их можно выбрать в аналитике. То есть если это есть какой-то дополнительный регистр, если это какой-то документ и так далее, вы его найдете в источниках и можете анализировать. Любые объекты. Да, очень легкие в использовании. Насколько я знаю, что на этот вопрос я не отвечу, реализовала ли аналитику BI. Лично я не внедряла, но может будет потом спросить у коллег, у кого были внедрения по 1С аналитике. Вообще на сайте 1С аналитики у них все внедрения выложены. Можно посмотреть, кто уже внедрил, потому что сейчас еще идет бета-тестирование, но это же не официальные как бы релизы, поэтому можно, если у вас есть подписка ИТС, можно зайти на сайт, скачать себе эту бета-лицензию, установить и пробовать бесплатно работать с 1С аналитикой и пока еще не выпущен официальный релиз. Поэтому все внедрения, что были, это все были внедрения на бета-релизе, поэтому их еще не очень много. да, можно на своих данных вы скачиваете бета-лицензию, устанавливаете, если у вас есть ИТС, и присоединяете к своей рабочей базе и анализируете, пробуете. и даже коллеги из 1С говорили, что потом будет существовать возможность из этой бета-версии выгрузить данные и загрузить, если вы купите уже официальный релиз, и эти данные перенести туда, чтобы заново не настраивать. Там, по-моему, 90 дней, но точно я не скажу. Там на сайте ИТС написано, когда вы будете скачивать себе эту лицензию, там написано, какое срок и действие. Когда заходите в ИТС, там есть доступные бесплатные закладочки, и там она есть. Пока официального релиза нет, там они доступны. Спасибо вам за участие, простите, для небольших технических неполадок. Но программный продукт очень интересный, не очень сложный в изучении, визуально очень интересный и руководителям очень нравится. Поэтому используйте, особенно сейчас, пока есть бесплатные бета-версии, можно покрутить, посмотреть бесплатно и понять, нужно вам это или нет. Я очень рада, что вам понравилось. Спасибо большое. Все, всем спасибо большое. Если вопросов больше нет, мы будем завершать. Если вопросы есть, всегда можете написать на сайте, и мы обязательно на них ответим. Если у вас какие-то останутся вопросы по 1С-аналитике или какие-то другие, можете обратиться, и я вас проконсультирую. Спасибо большое. Спасибо.